Мероприятия по случаю Дня российской науки прошли и в Тверском госуниверситете. Днём 8 февраля в Актовом зале исторического факультета состоялось торжественное собрание. Там же с самого утра все желающие могли знакомиться с последними разработками учеников городских школ и студентов, которые они создали под руководством преподавателей вузов. Роман Быков оценил новинки технического прогресса. Илья Дорохов с лёгкостью заставляет этого робота крениться то на один борт, то на другой. То мигать всеми огнями. Изобретение своей команды АРС, автоматические роботизированные системы, он представил как политайзер. От слова палеты, которые он и призван погружать-разгружать. Причём массой до полутора тонн. Управляться будет электронной системой, где импортозамещение в приоритете. Она разрабатывается с нуля, в том числе мной, плата. Мы заказали, нас поддержали некоторые компании, изготовив каркас, кинематику. Также мы заказали гидросистему, которая выполняет функцию подъёма платформы. Как раз это одна из основных задач, чтобы подъехать под платформу и её поднять. Илья отмечает, что перспективы у такой системы огромные. Аналоги, конечно, есть, но рынок, по сути, ими ещё не заполнен. А спрос большой. Всевозможные логистические центры растут повсюду, как грибы после дождя. Сотрудников не хватает. А тут работодатель может сэкономить не только на персонале, но и на обслуживании склада. А вот это не фары. Это, по сути, габаритные огни. Фары ему не нужны. Это же робот. У него зрение техническое. И таким образом заказчики такого оборудования в будущем смогут сэкономить ещё и на освещение. Ведь не секрет, что нынешние склады, они ярко освещены. А эта машина, по сути, может работать, ну, в принципе, в полной темноте. Что касается вышеупомянутого технического зрения, то его образец можно увидеть здесь же, на столе. Такую камеру учат распознавать как символы, например, QR-коды или буквы, так и предметы. В итоге она очень пригодится вот этому роботу. Данную платформу ребята надеются предложить аграриям. На неё можно навесить самые разные модули, которые позволят перевозить грузы, ухаживать за посевами или просто инспектировать поля. Сейчас это только макет. На него выигран грант «Старт» в 4 миллиона рублей. На другой наш проект выигран грант «Суденческий стартап» на миллион рублей. И уже этот макет будет дальше дорабатываться до нормального промышленного образца. Так как следующий грант мы планируем на следующем году взять «Старт-2» уже на 8 миллионов рублей на дальнейшую разработку. Ребята из команды АРС, работающие под руководством преподавателей ТВГУ, отмечают пользу системы грантов. Именно благодаря им они получают возможность создавать и доводить до ума свои разработки. В частности, того же «Политейзера» надеются доделать в следующем году. Так что вполне возможно, относительно скоро на пыльных дорогах далёких полей останутся и эти следы.